Клетка Клетка – это одна из основных и центральных объектов биологических исследований. Цитология наука весьма молодая. Из сферы других биологических наук она выделилась немногим более ста лет назад. Впервые обобщенные сведения о строении клеток были собраны в книге Жанна Батиста Корнуа «Биология клетки», которая была издана в 1884 году. Появлению этой книги предшествовал длительный и бурный период поисков, открытий, дискуссий, который привел к формулированию клеточной теории. Но все же самой главной предпосылкой для открытия клетки явилось изобретение микроскопа и его использование для исследования биологических объектов. Первый световой микроскоп сконструировали в Голландии в 1590 году два брата – Ганс и Захариус Янсены, которые были шлифовальщиками линз. Но в то время микроскоп использовался как забава – игрушка для развлечения знатных особ. Термин «клетка» утвердился в биологии в конце XVII века, несмотря на то, что Роберт Гук наблюдал в действительности не клетки, а только оболочки растительных клеток. В дальнейшем клеточное строение многих частей растений видели и описали Марчелло Мальпиги, не имея Грю, а также Антони ван Левенгук. Именно он, голландский купец, завоевал себе славу ученого. Он прославился созданием линз, которые давали увеличение в 100-300 раз. В 1674 году Антони ван Левенгук открыл с помощью собственноручно изобретенного микроскопа одноклеточных простейших, которых он назвал «анималькули». Рассматривал бактерии, дрожжи, клетки крови, эритроциты, половые клетки, сперматозоиды. Как наука, цитология возникла лишь в XIX веке. В это время были сделаны важные открытия. В 1830 году чешский исследователь Ян Пуркинье описал вязкое студенистое вещество внутри клетки и назвал его протоплазмой, от греческого «протос» – первый, и «плазма» – образование. В 1827 году русский ученый Карл Берр открыл яйцеклетку млекопитающих и установил, что все многоклеточные организмы начинают свое развитие из одной клетки. Это открытие показало, что клетка – единица не только строения, но и развития всех живых организмов. В 1831 году шотландский ученый Роберт Броун открыл ядро. Сведений о клетке накопилось так много, что в 1838-1839 годах немецкие ученые Матерс Шлейден и Теодор Шван независимо друг от друга сформулировали клеточную теорию. Они ошибочно считали, что клетки в организме возникают путем новообразования из первичного неклеточного вещества. Но эту ошибку исправил немецкий врач Рудольф Вирхов. «Клетка от клетки. Все живое только из клетки», – говорил он. Улучшение микроскопирования позволило исследователям к началу 20-го столетия обнаружить основные клеточные органоиды – пластиды, митохондрии, аппарат Гольджи, выяснить строение ядра и закономерности клеточного деления, расшифровать механизмы созревания половых клеток и оплодотворения. Качественный скачок в цитологии произошел в 20 веке. В 1932 году Макс Кноль и Эрнст Русско изобрели электронный микроскоп, дающий увеличение в 10 в шестой степени раз. Были обнаружены и описаны невидимые в световой микроскоп микро- и ультрамикроструктуры клетки. С этого момента клетку начали изучать на молекулярном уровне. Таким образом, цитология – это все еще развивающаяся наука. Ее достижения связаны с усовершенствованием техники микроскопирования, центрифугирования. Все эти достижения позволили дополнить положение клеточной теории. Основные положения на современном этапе следующие. Клетка – элементарная живая система, единица строения, жизнедеятельности, размножения и индивидуального развития организмов. Клетки всех живых организмов гомологичны, едины по строению и происхождению. Образование клеток Новые клетки возникают только путем деления ранее существовавших клеток. Клетка и организм Клетка может быть самостоятельным организмом. Прокариоты и одноклеточные эукариоты Все многоклеточные организмы состоят из клеток, специализированных на выполнении разных функций. Функции клеток В клетках осуществляются Обмен веществ, Раздражимость и возбудимость, Движение, Размножение И дифференцировка. Эволюция клетки Клеточная организация возникла на заре жизни и прошла длительный путь эволюционного развития от безъядерных форм Прокариот К ядерным Эукариотам Мы уже узнали, что клетки всех организмов, Особенно одноклеточных, Способны к самостоятельной деятельности. Они могут обмениваться веществом и энергией с окружающей средой, А также расти и размножаться. Поэтому внутреннее строение клетки очень сложное и в первую очередь зависит от той функции, которую клетка выполняет в многоклеточном организме. Но общий принцип построения у всех клеток одинаковый. В каждой клетке можно выделить следующие основные части. Наружная мембрана, которая отделяет содержимое клетки от внешней среды. Цитоплазма с органеллами. Ядро для клетки эукариот. Содержимое клетки, за исключением плазматической мембраны и ядра, называют цитоплазмой. Цитоплазма состоит из основного водянистого вещества и находящихся в ней различных органелл. Цитоплазма постоянно перемещается внутри клетки, что хорошо заметно по движению органелл. Основное вещество цитоплазмы получило название гиалоплазмы или цитозоля. И представляет собой густой бесцветный коллоидный раствор, который состоит из воды, содержание которой колеблется от 70 до 90%, малых органических молекул и биополимеров. В гиалоплазме содержатся также различные неорганические соединения. Гиалоплазма является средой для протекания химических реакций и обеспечивает взаимосвязь ядра и органоидов. Как мы уже говорили, снаружи клетка окружена мембраной. Рассмотрим ее строение. Термин «мембрана» был предложен около ста лет назад для обозначения границ клетки. Но с развитием электронной микроскопии стало ясно, что клеточная мембрана – это часть структурных элементов клетки. В 1972 году Сингером и Николсоном была предложена жидкостно-мозаичная модель мембраны, которая в настоящее время является общепризнанной. Основу любой мембраны составляет липидный бесслой, образованный в основном фосфолипидами. У фосфолипидов полярные головки направлены наружу к воде, а неполярные хвосты внутрь друг к другу. Помимо липидов в состав мембраны входят белки, которые могут по-разному располагаться. Одни на поверхности бесслоя, их называют периферическими. Другие погружены в этот слой на разную глубину, это полуинтегральные. Третьи пронизывают мембрану насквозь, это интегральные белки. Функции мембранных белков транспортная, каталитическая, сигнальная, структурная. На поверхности мембраны расположены углеводы. В животных клетках углеводы в виде олигосахаридов, связанных с мембранными белками, образуют надмембранный комплекс гликокаликс. У растений углеводы образуют мощную клеточную стенку из волокон полисахаридов, главным образом из целлюлозы, клетчатки. Мембраны обладают свойством избирательности. Они хорошо пропускают одни вещества и молекулы и совсем не пропускают другие. Через мембрану вещества могут попасть двумя способами транспорта – пассивным и активным. Низкомолекулярные вещества свободно проникают сквозь мембрану. Более крупные молекулы, например, глюкоза, свободно через мембрану не проникают. Активный транспорт веществ через мембрану требует притока дополнительной энергии, которая обычно обеспечивается за счет АТФ. Пассивный транспорт. Пассивный транспорт – это перенос молекул по градиенту концентрации. То есть он определяется только разностью концентрации переносимого вещества на противоположных сторонах мембраны и осуществляется без затрат энергии. Существует два вида пассивного транспорта. Простая диффузия, которая происходит без участия мембранного белка. Этим способом происходит транспорт газов, кислорода и углекислого газа, воды и некоторых простых органических ионов. Простая диффузия отличается низкой скоростью. Облегченная диффузия отличается от простой тем, что проходит с участием белковых каналов. Этот процесс специфичен и протекает с более высокой скоростью, чем простая диффузия. Крупные частицы не могут пройти через мембрану. Они проникают в клетку путем эндоцитоза. При эндоцитозе плазматическая мембрана образует впячивание и выросты, захватывает твердую частицу пищи. Вокруг пищевого комочка формируется вакуоль или пузырек, которая далее отшнуровывается от плазматической мембраны и твердая частичка вакуоли оказывается внутри клетки. Различают два типа эндоцитоза. Фагоцитоз – поглощение твердых частиц. Пиноцитоз – поглощение жидкого материала, раствора, коллоидного раствора, суспензии. Экзоцитоз – процесс обратной эндоцитозу. Вещества, синтезированные в клетке, например, гормоны, упаковываются в мембранные пузырьки, которые подходят к клеточной мембране, встраиваются в нее, и содержимое пузырька выбрасывается из клетки. Таким же образом клетка может избавляться от ненужных ей продуктов обмена и непереваренных частиц. Активный транспорт – это перемещение веществ против градиента концентрации затраты энергии. При этом вещества переходят из области с меньшей их концентрацией в область с большей концентрацией. Среди примеров активного транспорта лучше всего изучен так называемый натрий-калиевый насос. Этот насос откачивает ионы натрия из клетки и накачивает в клетку ионы калия, используя при этом энергию АТФ. Клеточные мембраны выполняют ряд функций. Барьерная – клеточная мембрана отделяет клетку от окружающей среды. Транспортная – через клеточную мембрану осуществляется транспорт веществ, причем клеточная мембрана является высокоизбирательным фильтром. Рецепторная – находящиеся на поверхности мембраны-рецепторы воспринимают внешнее воздействие, передают эту информацию внутрь клетки, позволяя ей быстро реагировать на изменения окружающей среды. Помимо перечисленных выше, мембрана выполняет также метаболическую и энергопреобразующую функцию. Метаболическая функция. Биологические мембраны прямо или косвенно участвуют в процессах метаболических превращений веществ в клетки, поскольку большинство ферментов связаны с мембранами. Энергопреобразующая функция. Важнейшей функцией многих биомембран служит превращение одной формы энергии в другую. К энергопреобразующим мембранам относятся внутренние мембраны метахондрий и хлоропластов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...